Сегодня художественный музей – один из старейших музеев России, сокровищен всем мировым культурным ценностям побольше. Собрание музея начало более 13 тысяч экспонатов русского и мирового искусства с древнейших времен до наших дней. Культурная жемчужина вновь доступна жителям и гостям региона. За почти год, пока шли работы, музей пережил капитальную реставрацию. В двух залах восстановили паркет, обновили перекрытие окон. Ремонт коснулся и инженерных систем, вплоть до вентиляции. По завершению удалось так переустроить экспозицию, что и визуально, и технически пространство увеличилось. А следовательно, экспонатов получилось выставить больше, чем до ремонта. У нас пока-то коллекция, с учетом того, что здесь небольшая часть выставленной лет, потому что нам день в день у нас поставят свою задачу расширить выставочные боссы. 40 миллионов потраченных на преображение музея – это средства регионального бюджета и национального проекта «Культура». В скором времени по плану в залах музея появятся два сенсорных киоска с информационными материалами. Сегодня в залах представлено около 400 экспонатов – это русская и зарубежная живопись, скульптура, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Помимо собственных помещений, реконструкция затронула и раму работы XVI века Луиса де Моралеса «Святое семейство». Мастера заменили защитное стекло. Гости музея увидят и знакомые, и новые произведения, узнают историю коллекции и познакомятся с важными вехами развития искусства России и Европы. Вместе с музеем 3 ноября открылась и выставка лауреата Пластовской премии, избранная в честь 130-летия со дня рождения нашего прославленного земляка. Все те выставки и все те ассамблеи, празднования Пластовских дней и в Преслонихе, и здесь, в Ульяновске, с нашим участием, с участием художников, не только ульяновских, но и всей нашей страны, союзных художников, мне кажется, что это было очень значимым событием культурной жизни всей нашей страны. Мини-третьяковская галерея отметили почетные гости, говоря о новом открытии художественного музея. Двери открыты по расписанию и здесь ждут всех – и жителей города, и гостей, и в первую очередь молодежь, чтобы представить внимание посетителей искусства в самых разных его проявлениях. Вера Мещерякова, Денис Лукачер, репортер 73.